Привет, дорогие друзья! Вот вы знаете, когда я читаю сегодняшние новости о наших чиновниках, я имею ввиду высокопоставленных чиновниках, то я понимаю, что после окончания войны нам не стоит питать иллюзией, что нас ожидают какие-то глобальные изменения. Многие пишут мне, что когда закончится война, она обязательно когда-нибудь закончится, то тогда Украина будет совсем другой страной. Мол, придут с войны наши патриоты, и если сами не попадут во власть, то обязательно будут ее жестко контролировать. Так вот, вот этим оптимистам я хочу напомнить послемайдановские времена. Тогда тоже завели в Верховную Раду полевых командиров, для того, чтобы украинцам показать, ну смотрите, мы не забыли наших патриотов, и они, придя во власть, наведут там порядок. Тогда по итогам выборов народными депутатами стали 19 бойцов различных военных формирований. В парламент попали представители Насгвардии, ВСУ, батальоны Азов, Айдар, Донбасс, ну и другие. Помните этих народных депутатов? Тетирук, Поросюк, Береза, подонок Дейдей, Казак Гаврилюк, Семен Семенченко, легендарный трус полковник Мамчур, который позорно без боя вывел свою часть из Крыма. И что, они что-то пытались поменять в работе украинского парламента? Нет, конечно. У каждого из них был свой куратор, который указывал им, как голосовать. Помните, как Казак Гаврилюк рассказывал нам, на какую кнопочку нужно нажимать? Вот все так же само будет и в следующем парламенте. Поймите, я ни в коем случае не хочу убедить тех ребят, которые вернутся с фронта и захотят попасть в парламент. Абсолютно нет. Я и сейчас хочу сказать о другом. К большому сожалению, никто из них не захочет ломать систему. И не потому, что многие из них не будут понимать, как это сделать, а просто потому, что никто им не даст это сделать. Повторюсь, беда в том, что многие из нас питают иллюзии по поводу грядущих изменений в стране. Хочу вас расстроить. Даже не надейтесь. Я вам заранее могу рассказать, что нас ожидает. Дай бог, я в это очень верю, что война рано или поздно закончится. И закончатся победой Украины. Вы сами понимаете, что нас ожидает. Разрушена экономика. В общем, страну придется восстанавливать заново. И я очень надеюсь, что и Европа, и Америка от нас не отвернутся и будут и дальше нам помогать в финансовом плане. Ну, чтобы восстановить Украину. Но ведь нашего чиновника не поменять. Мы ведь с вами не глупые люди и понимаем, что любой чиновник, сидя в своем кабинете, думает только об одном. Какую бы схему замутить, чтобы урвать себе деньжат из бюджета. Если кто-то думает иначе, то мне вас просто жаль. Это я к тому, что мышление украинского чиновника останется на том же уровне, что было и до войны. И поверьте, не факт, что аппетит у них уменьшится. Нифига. Я думаю, даже наоборот. Особенно это будет касаться чиновников из высшего руководства страны. Я предвижу, что некоторые из вас со мной не согласятся. Ну, время покажет. Ну, а знаете, что для меня сейчас самое неприятное? Это то, что многие из этих чиновников сейчас заявляют, я, мол, знал, что Россия нападет на Украину, но в душе я где-то не верил. Верил, не верил, это такое. Главное, что ты знал, но ничего не делал. Ничего не предпринимал. А многие из них прекрасно понимали, что враг скоро нападет. И они, эти чиновники, воровали с удвоенной энергией. И им абсолютно пофиг было, что это и есть самое настоящее предательство. А знаете, почему они воровали и ничего не боялись? Потому что они прекрасно понимали, что им за это ничего не будет. Ведь понятно, что любой чиновник работает в определенной схеме не сам. У него есть руководство, то есть крыша, с которой нужно делиться. А значит, самое страшное, что ему грозит, это в случае неблагоприятного исхода уплотить залог и оставаться на свободе. И не просто на свободе, но и в дальнейшем остаться на своей занимаемой должности. Но я хочу сказать одно. Воровать во время войны это верх цинизма. Это просто предательство своей страны. Но только не для наших чиновников. Вот скажите, вы действительно думаете, что после войны что-то поменяется? Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот смотрите, в СМИ сообщили, что ракеты в России не заканчиваются, потому что они готовились к войне заранее и сделали у себя замкнутый цикл производства. А наша разведка, что этого не знала? Да 100% знала. Просто нашим чиновникам из высшего руководства страны было пофиг. Получается, что россияне готовились. Безусловно, готовились. А с чем были заняты мы? А мы воровали. Помните такого Свинарчука Гладковского, бизнес-партнера Петра Порошенко, бывшего первого зама секретаря СНБУ? Он еще одно время руководил корпорацией Богдан. Он тогда очень удачно курировал хищения в оборонной сфере. Хочу напомнить также, его сын тогда организовал поставки контрабандных российских деталей в Украину по завышенным ценам. А сам папа Гладковский якобы от каждой поставки получал откат в размере 30 тысяч долларов. И при этом все следственные органы, включая НАБУ, сливали дела по Гладковскому за взятки. Его не посадили. И он сейчас как волонтер катается без себя по заграницам. А вы думаете, нынешний чиновник этим не занимается? А теперь подумайте, если бы все было по-другому, какая у нас сейчас была бы техника на вооружении? И скольким нашим воинам это сохранило бы жизнь? Но беда в том, что, к сожалению, об этом никто не думает. Слава Богу, что Европа и Америка нас не оставили и нам помогают. А так даже страшно подумать, что было бы. А теперь я хочу высказаться еще по одному позорному факту. Уже в наше время. Вы все слышали, что бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко объявлен в розыск. Его обвиняют в хищении средств Укргазбанка, которые он возглавлял до того, как стать главой НБУ. Украл 200 миллионов гривен. Понимаете, но ведь это даже не просто неуважение к украинскому народу. Нас с вами просто продолжают держать за лохом. Сначала они освободили главу Национального банка занимаемой должности. Потом они случайно узнали, что он проворовался. Потом не означает дали ему возможность покинуть территорию страны. И все. Он смылся. А теперь уже можно объявлять его в розыск. И кричать «Ату его! Ату!» А может вы думаете, что об этой ситуации с главой Национального банка Зеленский был не в курсе. Да я просто уверен, что он все очень хорошо знал. И вот поэтому у меня по-прежнему только один вопрос. За что мы воюем? За что погибают наши ребята? За этих воров? Нас уже не просто за лохов держат. Нас держат за быдло. Вот поэтому я и говорю. Не ждите. Ничего меняться не будет. В лучшем случае тем что мы воевали сделают хорошую социальную программу. Ну чтобы рот закрыть. И на этом все. Ведь те кто у руля прекрасно понимают что и Европа и Америка будут вливать в Украину кучу денег. Надо восстанавливать страну. А значит открывается широкое поле деятельности для воровства. И естественно у наших чиновников появятся новые нереальные возможности. И поверьте пройдет совсем немного времени и мы забудем этого вора из Национального банка как в свое время забыли про Гонтареву. Помните главу Национального банка времен президента Порошенко? Естественно уже все забыли. А она припевающая живет себе в Лондоне. Смотрите сейчас никто не хочет разбираться что самое интересное происходило в 14-15 году со схемами рефинансирования от Национального банка Украины. Когда под прикрытием Гонтаревой вымывались миллиарды гривен многими банками. Это в итоге и обвалило гривну. А что Порошенко этого не знал? Знал конечно. И вы не сомневайтесь что он сам был задействован в этой схеме. Как говорится жму руку обнимаю. Это я еще не говорил о том чем будут заниматься наши олигархи после войны. Но это отдельная тема. Вот на такой пессимистической ноте друзья я в принципе хочу завершить этот выпуск. И в заключение прошу вас подписаться на мой канал а также обязательно подпишитесь на мой резервный канал Карабаш Ченел 2 ссылка будет внизу в описании под этим видео. Я там буду выставлять свои видео ищать рулетки которые я постепенно пытаюсь осваивать. Там я уже выложил 4 новых видео но они пока находятся на проверке ютуба. Все друзья берегите себя и своих близких и до новых